В эфире Вести Приволжского федерального округа. Сегодня в программе. Пресс-конференция президента Владимира Путина всегда вызывает интерес и в России, и за рубежом. В этом году корреспонденту ГТРК «Самара» удалось задать вопрос о том, что связывает не только берега Великой реки, но и людей в разных странах. Шесть сотен видеокамер и микрофонов, многотонное оборудование для трансляции, тысячи компьютеров и ноутбуков. 19 декабря именно здесь главный медиа-центр страны. Почти две тысячи аккредитованных представителей СМИ. Даже в зал попасть шанс был не у всех. Осталось лишь уповать на журналистскую удачу. У нас есть такой праздник на Новый год, называется Сурва. А это в руках называется Сурвачка. Маленькие дети ходят по домам. Принято стучать хозяевам по спине. Желать здоровья, счастья, благоденствия. И хотел бы постучать вам по спине тоже. Нам тоже пожелайте удачи. Самаре в программе есть. Соблюдите. Поверните спину на камеру. Прошу. Сурва, Сурва, веселого Гудина. Достижение и здравие до Гудина, до Амина. Пожелание удачи от болгарских коллег сработало. Главу государства заинтересовал плакат ГТРК «Самара. Наводим мосты». Наводим мосты. Какие вы мосты наводите? Микрофончик отдайте, пожалуйста. Вопрос о важнейшем проекте. Строительстве автомобильного моста через Волгу. О нем самарцы мечтали не одно десятилетие. Сейчас уже идут подготовительные работы. На обоих берегах Волги обустраивают подъездные пути, а также готовят причалы для транспортировки стройматериалов. Здравствуйте. ГТРК «Самара». Программа «Вести». Меня зовут Ольга Федорова. Как известно, реки разъединяют, а мосты нас делают ближе. И вот недавно у нас в Самарской области началось выведение моста через Волгу в районе Климовка. Вы поддержали этот проект. Строится он с одной стороны Климовки и с другой стороны Тольятти. Но мы понимаем, что значит это для «Самары». Она входит в международный транспортный коридор Европы-Западной Китая. А вот в целом, как этот проект будет отразиться на межгосударственном сотрудничестве? Спасибо. Отразиться самым наилучшим образом, потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то, что с нашими, в прямом смысле этого слова, братскими республиками бывшего Советского Союза сегодня, с независимыми государствами, товарооборот самый большой, и развития инфраструктуры явно недостаточно. Поэтому, я уже говорил об этом, мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги уже проложили на Китай. Мы должны сделать свою часть работы. Будем обязательно это делать. В том числе, это касается вот тех мостовых сооружений, о котором вы упомянули. В день пресс-конференции президента 19 декабря стало известно, что распоряжением правительства России из федерального бюджета в нынешнем году выделено 12 миллиардов рублей на закупку материалов, которые с началом строительного сезона будут использованы для возведения грандиозного мостового перехода. Этот проект курирует лично губернатор Дмитрий Азаров. На минувшей неделе он проинспектировал ход работы. Союз науки и производства в Балахнинском районе Нижегородской области ввели в эксплуатацию завод по переработке дымогарных газов и производству сухого льда. В России ему нет аналогов. Новое производство в технопарке «Реалинвест» основано на отечественных разработках. Завод будет утилизировать продукты сгорания природного газа. Технологию разработали в НГТУ имени Алексеева. Установку собрали на собственных мощностях. На территории России с учетом Парижского соглашения, которое ратифицировала наша страна, на всех производствах, которые связаны с выбросом углекислого газа, эта установка может работать. Утилизация практически стопроцентная. В месяц могут производить полторы тысячи тонн углекислоты. Ее используют в пищепроме, медицине и даже в металлургии. В проект инвестировали больше 400 миллионов рублей. Использовали в том числе банковские механизмы финансирования. Мы предоставили кредит при поддержке правительства Российской Федерации под ставку 8,5 годовых. В содружестве с учеными проект удалось реализовать меньше, чем за два года. Готов и следующий шаг. Подписаны новые соглашения с техническим университетом. Будут разрабатывать технологию глубокой переработки углекислоты. Фактически мы из воздуха получаем продукты. Даже из отравленного воздуха. Поэтому вот здесь, конечно, и экология, и продукт, и дальнейшее продвижение этих технологий. Сейчас оборудование проходит стадию пусконаладочных работ и тестирования. Буквально через два месяца на предприятии планируют получить сертификат на готовую продукцию международного класса. Память о легендарном земляке хранят в Саратовской области. В Петровске отреставрировали музей Героя Советского Союза Ивана Панфилова. Ведутся восстановительные работы и в училище, в котором учился герой. Памятник Герою Советского Союза Ивану Панфилову установили в 1975 году. Спустя время его переместили на несколько десятков метров, а на прежнем месте начали возводить школу. Местные жители, как могли, поддерживали мемориал, но требовался ремонт. Вячеслав Володин помог найти средства на реставрацию. В июле 1941 года Иван Панфилов сформировал 316-ю стрелковую дивизию. В ходе боев на Волоколамском направлении остановили наступление двух танковых и одной пехотной дивизии вермахта. За это получили почетное звание Панфиловской. 18 ноября 1941 года герой войны погиб от осколков немецкой минометной мины. Эту историю знает каждый ученик третьей школы Петровска. Здесь даже создали панфиловский класс. Ребята участвуют в патриотических мероприятиях, посещают уроки мужества, помогают восстанавливать памятники. Проявляем себя активно и мы сами понимаем значимость всего этого. Совсем другой вид теперь у музея Панфилова. Здесь хранятся личные вещи героя. При поддержке спикера Госдумы капитально отремонтировали фундамент и крышу. За стройкой тщательно следила Тамара Андерсон. Говорит, постоянно возникали дебаты со строителями. Сначала крыльцо хотели сделать без пандуса, затем наличники на окнах в современном стиле. Как итог, ставни, резные, все продумали до мелочей. В этом училище обучался Иван Панфилов. В последние годы здание пустовало и разрушалось. Началась реконструкция, однако подрядчики вместо того, чтобы сохранить исторический облик, поставили пластиковые окна. Стены обшили гипсокартоном. Во время визита Вячеслав Володин раскритиковал такой подход. Не получается увидеть то, что было. Поэтому вы хотя бы посмотрите класс, где Иван Васильевич учился. Его сохраните первозданно. Сейчас строители переделывают помещение. Как только рабочие уйдут с объекта, в здание начнут перевозить экспонаты. Им теперь это будет Краеведческий музей. В Башкортостане начался сезон подкормки диких животных. Инспекторы охраняемых природных территорий занимаются этим, чтобы восполнить и приумножить популяции кабанов, лосей и косуль. Без таких мероприятий молодняк может просто не пережить суровую уральскую зиму. Соль для парнокопытных, а овощи для кабанов. Гастрономические предпочтения диких животных неизменны. Кабаны любят свеклу, потому что сладкие, витаменты. По грудью держим вот такие свеклы, вот крупные. Кроме сахарной свеклы в меню входят семена подсолнечника. Второй сорт. Ход самому можно ест. Через маслобойку можно пропустить. За день инспектору нужно объехать пять точек на территории усиньевановского ботанического заказника. В одиночку сделать это непросто, поэтому на помощь приходят волонтеры из числа местных жителей. Чтобы крупняк маленьких не обижал, мы на обширной территории стараемся свекать. Пополнять запасы помогают фермеры. Они бесплатно предоставляют продукты, которые помогут животным пережить зиму. Когда у вас есть рога растут, вот им витамин надо, соль. Расположение площадок животные уже знают и чувствуют себя здесь в безопасности. Охота на территории природного парка запрещена. Но тем не менее за едой зверь чаще всего приходит ночью, когда шансов встретить человека почти нет. Вот такие подкормочные площадки являются едва ли не самыми оживленными местами в лесу. А в этом можно судить хотя бы по множеству следов, которые здесь буквально на каждом шагу. Конкретно здесь кормится несколько семей каванов, а также лоси и косули. И на содержании вот одной такой площадки за зиму уходит около 4-5 тонн провианта. Это семейство лосей хоть и с большой осторожностью вышло к кормушке днем. Большая удача. Самка и два теленка не убежали, даже заметив камеру. Именно благодаря таким площадкам за последние несколько лет здесь удалось значительно увеличить популяцию диких животных. Если холодная зима, допустим, снега много, они помрут. Основно все галетки, молодняк. Животных подкармливают раз в 2-3 дня. Инспекторы будут это делать до весны, пока не сойдет снег. Еды хватит. Сезон праздничных елок в Ульяновске открыли в особо креативном формате. Виновники предстоящих торжеств упали с неба на посетителей парка Прибрежный буквально как снег на голову. Праздник на территории парка начался с самого утра. В ожидании часа их посетители развлекали танцами и веселыми конкурсами. Среди гуляющих и руководства зоны отдыха. Свою новогоднюю идею директор парка объяснил просто. Так как у нас авиационная столица, есть завод «Авиастар», у нас есть 31-я бригада, у нас есть прекрасный клуб «Досавский». И мы решили совместно провести мероприятие. И сегодня у нас вместо саней прилетит самолет, и оттуда у нас десантируется Дед Мороз со Снегурочкой вместе со своей командой. И вот все замерли в ожидании. Ведущий программы провозгласил, внимание, в воздух. Через мгновение с неба десантировались не только новогодние персонажи, но и оленья упряжка в числе 8 человек и в полной амуниции. Олени оказались благородными, с положенными виду пятнами на костюме и не в меру скромными. Поэтому делиться впечатлениями от полета пришлось Деду Морозу. Очень прохладненько, но я бы еще раз повторил. Вы впервые в роли Деда Мороза десантируетесь? Десантируюсь, да. Как ощущения в новой роли? Не могу сказать. С первого раза не особо понятно. Не обошлось и без казусов. Снегурочка в полете потеряла головной убор и сочла это доброй приметой. В новом году будет, я надеюсь, новая шапка. Будет очень хорошо держаться на голове. И сильным потоком ее не сдует. С наступающим Новым годом всех! После небесного шоу выплеснуть эмоции зрители смогли в силовых состязаниях, поделившись на две команды. Нет! Дед Мороз победил! Да, это он! Давайте подъезжаем! Нет! 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 Победит, конечно же, дружба, заверили организаторы праздника. Но о реванш желающие смогут взять на протяжении всех предстоящих каникул. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовку к Новому году в Темниковском районе Мордовии взяли в свои руки жители села Лесное Цыбаево. Вместо вечерних платьев деревенские сарафаны. И приятным бонусом конкурсы, шутки, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мордовская новогодняя елка в рамках событийного туризма. В Темниковский район, в частности, село Лесное Цыбаево, приезжают гости из Сарова, Нижнего Новгорода, Москвы, Ярославля. Для них экскурсии по мордовской избе, где каждый для себя узнает что-то новое. Об истории села, кухонной утвари Мордвы, о вышивках, обычаях и традициях. Народные праздники – это давнее наследие наших родителей, бабушек и дедушек. Многие детали забыты, поэтому по крупицам собирали все вместе, что связано с обычаями и обрядами. Новогодний праздник в деревне проводится первый раз и пока для жителей республики. Мы нашим гостям предлагаем окунуться в прошлое, чтобы снять привычные туфли, убрать вечерние платьишки, одеть просто обычные деревенские сарафаны, валенки, санки. Ну, немножко снег нас подкачал, но я думаю, что у нас еще впереди данная программа, у нас Новый год, действует до 31 января. В любое время вы можете предварительно записаться, приехать к нам, окунуться в эту атмосферу и приготовить народные блюда, продегустировать их, поводить хороводы с мордовским Дедом Морозом. В течение всего праздника проводились интересные и смешные конкурсы, игры с элементами старинных обрядов мордвы. Поминали, как отмечали Новый год в селе наши предки, о зимних забавах далекого детства. Культура в глубинке должна жить. Традиции, обычаи, обряды идут с древних времен. И сегодня мы их возрождаем вновь. Мы должны гордиться своей культурой и совершенствовать ее благодаря этим праздникам. У мордвы на новогоднем столе обязательно присутствуют пшеные блины и поза. Кулинарные традиции вошли в культуру народа наравне с песнями, костюмами. Рецепты мордовской кухни передаются из поколения в поколение. Валентина Лискина, художественный руководитель «Этнодома», активная участница всех праздников, проводимых Цыбаевским «Этнодомом». Она провела различные мастер-классы по подготовке национального напитка. Рассказала о рецептах. Барда у нас получилась. Мы поставили в печку. Она там потомилась. И вытаскиваем. Вот у нас есть такая кадушка. И выливаем вот в эту кадушку. Вниз мы ставим дровишки. Здесь даже предсказания на будущий год. Организаторы обещают, что потанцевать в одном хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут туристы из других регионов. Вы смотрели программу «Вести» Приволжского федерального округа. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова